Не весь квас в Красноярске можно пить, не опасаясь за свое здоровье. Сегодня специалисты Центра стандартизации и метрологии в трех видах главного летнего напитка нашли кишечную палочку. Всего для экспертизы закупили 12 наименований кваса. Семи в бутылках производства Великого Новгорода, Томска, Тюмени, Новосибирска и Новосибирской области, Алтайского края, а также из Зеленогорска. А также пяти видов разливного кваса, который продают в бочках и кегах из Красноярска, Зеленогорска и Кемеровской области. На первом же этапе из экспертизы выбыли три образца разливного кваса – хлебный стан и еще два под названием «Просто хлебный». Все они произведены в краевом центре. Лидерами же стали бутылированные напитки. На первом месте благодей традиционный из Томска. Вторую строчку рейтинга занял квас Никола, производства Великого Новгорода. Ну и замкнул тройку лучших квас Зеленогорский, традиционный. Первый компонент, который играет роль, это, собственно говоря, подготовка воды. Это основной процесс, начало технологии. А все остальные компоненты, это уже зависит от того, как производство поставило свою технологию. Присутствие ККС, вот в процессе работы мы поняли, что ККС тоже бывает концентрат пастного сусла. Это основа, так сказать, приготовления кваса, и поэтому концентрат может быть приготовлен, ну как бы это выразиться, с различным составом зернопродуктов.